Уважаемые делегаты, гости нашего съезда, дорогие друзья, я прежде всего хочу, как глава государства, приветствовать вас на Восьмом съезде Федерации наших профессиональных союзов. Это значимое событие в общественной и политической жизни страны, которое выражает интересы и вопросы всех трудоспособных граждан. Убежден, мы имеем все основания утверждать, что в нашей новейшей истории профсоюзное движение является полноправным участником строительства нашей страны. Мы создали государство, главными ценностями которого являются люди и справедливые к ним отношения. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие партнерского взаимодействия между властью и общественными организациями. В нашей стране цели государственного развития и интересы народа совпадают. Благодаря этому единству история суверенной Беларуси не знала массовых противостояний и показательных выступлений общественных организаций, примеры которых мы так часто наблюдаем в международных новостях. Белорусский народ выбрал путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его разумности и перспективности. Сегодня все местные советы депутатов, объединения молодежи, женщин и ветеранов, профсоюзы работают на созидание, обеспечивают гражданскую консолидацию. Считаю это одним из наших главных достижений, как и то, что защита прав трудящихся является приоритетным направлением развития государства. В Беларуси работающие защищены, как ни в какой другой стране, от Конституции до совсем недавно принятого указа по досрочным профессиональным пенсиям. Профсоюзы всегда были в центре важнейших экономических и политических событий. Они являются истинно народной организацией, тем необходимым фундаментом, на котором держится баланс в обществе. Однако мы видим, как сокращается численность членов профсоюзов у некоторых наших соседей. Например, по данным Международной организации труда в Эстонии, только 5% работников состоят в профсоюзе. В Литве – 8%, в Польше – 13%. Но это называется демократия. В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства, разрушается система так называемого трипартизма и в целом социального баланса в обществе. Есть и другие примеры – Исландия, Швеция, Дания, где охват профессиональным членством профсоюзов составляет от 70 до 90%. Ну, к примеру, в Беларуси такой охват – 93%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова